И вместо него прислали нам другого. И я всегда... Это не один случай, это не два случая. Это даже не пять, даже не десять. Это много случаев за мою христианскую жизнь. И я задавал себе вопрос, почему так случилось? И Богу тоже. И вот это учение, которое я сегодня хочу вам дать, оно родилось именно из-за этого вопроса. Вам интересно? Вот кто хотел бы в своем служении с Богом дойти до конца? И вы знаете, те люди, о которых я говорил, они тоже хотели дойти до конца. И не меньше, чем мы с вами. Серьезно. И они тоже никогда бы в жизни не поверили, если бы им сказали, что однажды они будут отступниками, они бы сказали, такого в жизни не будет, вы что? Это просто... Фу. Но с ними это произошло. И я вам хочу честно сказать, что мы с вами не лучше их. Мы не сильнее их, мы не круче их. Мы одинаковые, плюс-минус. Две руки, две ноги. Ну, плюс-минус мы одинаковые. И есть какие-то причины, почему с ними это произошло. И если, ну, занять позицию такую, ну, это же с ними, со мной не произойдет. Я считаю, это неправильная позиция. Опасная. А если вникнуть и разобраться, и посмотреть вообще, какие же эти причины, и потом, зная эти причины, для себя в своей жизни использовать эти знания, эти секреты, то тогда есть у нас с вами хороший шанс дойти до конца и получить награду. Аминь. Итак, почему люди, верующие, которые начинают служение, а я вам хочу сказать, начать служение несложно. На самом деле в церкви не стоят люди в очередь, чтобы начать служение. Наоборот, в каждой церкви дефицит служителей. Я правил или нет? Да. Только кто-то захочет служить, сразу пастор, лидер дает ему возможность. Давай, давай, родной, поехали, мы тебе поможем. Давай только служи Богу. И это почти в каждой церкви нормально. То есть начать служение, это не так сложно. Но я заметил, что очень непросто дойти до конца в том, что ты начал. Иисус, Он Альфа и Амена, так написано в Библии. Он начало и конец. И мы, как Его дети, должны иметь тот же самый характер. Начатое дело довести до конца. То, что Бог от нас ожидает, исполнить. То, что Бог от Иисуса ожидал, Он исполнил. Во всей полноте. Хотя Ему был такой момент, очень не хотелось это делать. Когда Он в Евсиманском саду молился, Он просил, если возможно, пускай эта чаша минует меня. Давай другой какой-то сценарий. Сильно трудно. А потом Он добавлял, но не моя воля, а твоя, да будет. И Он дошел до конца. И благодаря тому, что Он дошел до конца, мы с вами сегодня имеем прощение грехов, мы имеем с вами жизнь вечную, исцеление, благословение и так далее. Аминь. Когда человек служит Богу, ему за служение приходится платить цену. Это не секрет. Я верю, что здесь собрались люди зрелые. Вы служители, вы уже что-то в церкви делаете. И приходится платить цену. Когда человек начинает служение, эта цена не очень высокая. Она есть, но она не очень высокая. Но когда он в своем служении продвигается дальше, глубже, больше, то цена, которую ему приходится платить за свое служение, она тоже возрастает. И когда человек хочет, чтобы его служение, в его служении Бог поднял его на новый уровень. А что такое новый уровень? Допустим, вот гость из Украины, из Хайкова, Виталий Ефремович. Когда он пришел в церковь, он уже был музыкантом. И он начал своими дарами служить в той церкви, куда его привел Бог. Но потом, чтобы подняться на другой уровень и служить уже не в одной церкви, а чтобы его знали в движении церквей новое поколение, ему пришлось заплатить цену. А потом, чтобы его знали не только в новом поколении, но чтобы его даже знали в живой вере, в Еливане, или до края земли, ему пришлось еще цену заплатить. То есть разного уровня. Одно и то же служение. Музыкальное. Но оно может быть на уровне поместной церкви, на уровне церквей города, или страны, или международном уровне. И за каждый уровень платится цена. И как раз об этом я хотел и поговорить немножко. Итак, когда мы платим цену, приходят трудности. Но Бог использует эти трудности для нас в пользу. Когда к Давиду, не царю еще, уже он был помазан на царя, но еще не царь, живой. И Давид убежал от Саула, в пещеру Адаламскую. И к нему пришли люди. Они тоже были беглые, они тоже были неудачники. Они тоже были похожи на него тогда. У них в жизни не все хорошо было. Не сложилось нормально все. И они пришли к нему. Но когда они были с Давидом рядом, Давиду приходилось платить цену за его служение, за его призвание. И люди, которые были рядом с ним, которые самые первые пришли к нему, они тоже платили цену. И по прошествии времени люди, вот эти, которые к нему пришли, они убежали от каких-то долгов, от банков, от кредитов, от каких-то врагов. Кто-то убежал от алкоголя, кто-то от наркотиков прямо к нему. Я сейчас специально говорю, как будто уже в наше время. И они прибежали побитые жизнью и так далее. Но когда прошло время, они совсем другими стали. Помните вот эти 30 храбрых у Давида. Я по именам их не запомнил, но я помню, там вот один был такой вообще. Написано «Напали филистимляни». И там было поле. И это поле даже не ему принадлежало. Даже не его собственное было поле. Но может это было церковное поле, я не знаю. И написано «Он встал посреди этого поля с копьем и говорит «Нет, это поле не отдам я вам». И там целая армия билась с ним, а он один с копьем. И знаете что? Он не отдал. Как он таким стал? Что с ним произошло? Откуда эта храбрость? Откуда эта сила? Откуда эта вера? Откуда этот уровень помазания? Ну, мне легко сравнивать. Берет Виталий гитару, раз, начинает играть и петь что-то. И сразу Божье присутствие сильное приходит. Правильно? Если я возьму гитарю и начну петь, послушайте, все, что даже было, уйдет. Ну, я имею в виду. Разве это не мое. Мощь, сила такая. Откуда в этом человеке? Я вам хочу сказать. Это результат той цены, которую он заплатил за свое служение. Цена, которую мы платим, трудности, через которые мы проходим, они формируют нас в первую очередь и делают нас сильными. Как пророк Самуэль, да, говорил, наш уже, который тоже был на конференции. Они формируют позвоночник сильный, хребет по-нашему еще, по-русски еще мы говорим, хребет, сильный хребет. То есть, образно говоря, человек, которого не так-то просто сломить. Или другой пример вам приведу. Сидрак, Месахи, Авдинага, да? Смотрите, царь, наукодоносер, он повелел построить себе памятник огромного истукана, как себя, царя. И все должны были поклониться ему. Но эти трое не поклонились, хотя это была очень серьезная цена. Они рисковали своей жизнью. Правильно? Вот, например, мы за свое служение, не каждый из нас, ну, пастор нам рисковал уже пару раз, но присутствующий здесь не каждый рисковал своей жизнью. Но мы рискуем другим, мы рискуем деньгами, мы рискуем временем, мы рискуем временем, которое бы мы могли с семьей провести, правильно? Мы рискуем временем, или против, время отдыха, когда я мог бы отдохнуть, а мне надо раньше приехать, аппаратуру настроить, свет включить, потом все пришли на готовое, и думают, что оно так и было всегда. Никто и не скажет спасибо, ну, кроме, может, пастора, потому что он знает весь расклад. Но мы чем-то рискуем. А эти люди, они рисковали жизнью, сказали четко, и кто не поклонится, в печь огненную. И вы знаете, их таки в эту печь бросили. Это не были просто ля-ля-ля. Царь такой попался, сказал и сделал. И их в эту печь бросили. Но смотрите, что я хочу, чтобы вы сейчас увидели, это очень важно. ту цену, которую вы решили заплатить за ваше служение, Бог потом вам именно в этом, например, если вы отдыхом пожертвовали, именно в отдыхе Бог потом воздаст вам, и вы будете отдыхать в таких местах, о которых другие ваши коллеги из церкви будут смотреть в фейсбук и инстаграме, и говорят, как он туда попал? Как оно, вот это да. А что, не я там? Если вы платите цену здоровьем, а есть, ну, заболел, а надо делать служение, и человек берет себя, поднимает таблеток, наглотался, и идет и делает служение, Бог даст вам здоровье крепкое. Если вы платите деньгами, например, вы могли бы в это время заработать для себя, а вы это время потратили на церковь, а церковь не платит ничего, еще и пожертвования собираются с вас. И вы это сделали. Бог благословит вас деньгами. Если вы ради семьи, ради вашей семьи взяли там жена там, или муж, деточки, ну, пожалуйста, папа должен быть, ну, поймите потом, то Бог вам в этой сфере воздаст, и вы с ними потом будете в таких местах. Мой пример. А скажите мне, пожалуйста, когда седрак Мисахи Авгенана потом из печки достану, что произошло? А? Не бойтесь ошибиться никогда. Вы что-то сказали? А Бонарис, кстати, Екат Пахи или Кастрю? Бонжи. Все начали поклоняться Богу. Да. Все начали поклоняться Богу. Это второе. А первое, знаете, что произошло? Царь, Абухадоносор, которого в скульптуре они не захотели кланяться, он им поклонился. Он подошел и говорит, Государи мои, выйдите из печки. Государи мои, выходите. Они говорят, это не жестокие. Нет, нет, я поменялся. Выходи. И он поклонился им. А они не захотели кланяться ему, его идолу этому. И что сделал Бог за эту цену? Он поклонился ним. А потом вообще царь объявил, говорит, теперь все будут кланяться Богу. Седрах, Месаха и Ординам. И они три крутых такие, знаете, серьезных служителя стали. Аминь. Бог благословит очень сильно. Итак, я хочу привести еще один пример. Кто не слышал о такой служительнице Божьей, как Кэтрин Кульман? Кто не слышал? Кэтрин Кульман. Кто не видел ее видео, хотя бы, служение чипец, хоть одно? Вы не слышали, да? Окей. Кэтрин Кульман это сестра, верующая, но она уже умерла, уже на небе, но она служила в 20 веке, начало самое, в Америке, в США. И она вообще была, как бы так сказать, ее родители, и она с детства, они ходили в церковь, которая формальная, больше как формальная. Там не было чудес, движения Бога. просто как, ну, я не знаю, можно сравнить с вашей церковью, которая в Армении, или православной, как у нас в Украине. Просто пришел человек, там, свечку поставил, обряды сделал и ушел. Нету отношений с Богом, нету, она была в такой церкви, только в Америке. И однажды она попала на служение приезжего евангелиста, который приехал. Даже не к ним, у них маленький городок был, а в соседний город большой. И она попала. И Дух Святой коснулся ее. И она поняла, что оказывается Бог живой, что оказывается с Богом можно иметь настоящее взаимоотношение. И когда она подросла, ну, что уже как совершеннолетняя, она забрала свои вещи и уехала в город, в большой город. И там начала проповедовать Евангелие. И Бог начал прилагать людей. У нее началось такое небольшое пропущение. Но это начало, о нем мало кто знает. Это только, если вы книгу читали о ней, тогда вы можете знать. Мы знаем ее уже по ее большому служению, когда собирались десятки тысяч людей. Там серьезное исцеление, мертвое воскрешали и так далее. Вот мы ее знаем. Но у нее это началось все вот так. И потом, когда у нее начало расти ее собрание, они сначала арендовали один зал, потом больше, потом больше. И когда она уже проводила служение где-то 800 членов, у нее к ней приходило 800 членов, она познакомилась с еще одним евангелистом, путешествующим, который ездит из города в город, палатку ставит и проповедует нам месяц там, месяц там, месяц там. она познакомилась. И она в него влюбилась сильно. Она в него очень сильно влюбилась. И влюбилась так, что решила пожертвовать своим служением, они поженились, и она поехала с ним. Но она уже поехала с ним, как жена. Он евангелист. Иногда она читала Библию перед собранием, там какой-то стих из Библии. А собрание проводил...